А вот обычные украинцы каждый день упражняются в прикладной математике. Уже полтора месяца со страхом наблюдают за падением национальной валюты. Доллар подорожал аж на 2 гривни. Неделю назад зеленый даже отметку в 29 перескочил, потом, правда, чуть подешевел. Но самое страшное, чем дороже доллар, тем меньше наши с вами зарплаты. Ведь в нашей стране все привязано к американской валюте. И курсовые скачки необратимо приводят к скачкам ценовым. Что подорожает в первую очередь и каких цифр ждать на табличках в обменниках, узнавала Любовь Кукла. За ним наблюдают, как за пульсом больного. Я вижу, что он растет. Он еще выше будет. Он то скачет, то немного успокаивает сам курс доллара. Звучайно страшно, а кому ж не страшно. Ведь за последние полтора месяца доллар вырос на 2 гривны и превысил отметку в 28. Однозначно, сезонные колывания есть завжди. В Нацбанке валютные скачки комментируют осторожно и с протокольным оптимизмом. А объясняют новогодние традиции. Мы связываем те послабления, которые происходили последним временем, с сезонным фактором и с повышенным оптимизмом на валюту. И связываем это с закрытием года. Но что будет в следующем году? Каких цифр ждать на желтых табличках в обменниках? Прогнозы национальный банк не дает свои по курсу. Нацбанк не дает, зато эксперты дают охотно. Экономисты уверяют, эти цифры далеко не предел. Отката назад ожидать точно не стоит. Долар будет расти. А вместе с долларом будет тотальное подорожание. Одежда, обувь, электроника, бензин и автомобили. Все подорожает, ведь почти все товары в Украину завозят из-за границы. А за что покупаем, за то и продаем. И на каждую копейку, на которую возрастает доллар, уменьшается зарплата украинцам. Для наглядности, минималка в 3,200 еще в октябре до валютного скачка была на 10 долларов выше, чем сейчас. Мы с вами становимся беднее прямо на глазах. То есть, понимаете, идет снег, и по мере того, как падают снежинки, мы становимся беднее. И подорожает не только импорт. Ведь украинская экономика импортозависима и завязана на американской валюте. Цены вырастут и на украинские товары. К примеру, на одежду. Ведь шьют ее из тканей, которые покупают за рубежом. А есть ли вообще украинские ткани? Существует ли вообще украинская фурнитура? Их нет. Как цифры в обменниках влияют на ценники? Я решила проверить лично. Иду в один из столичных магазинов, чтобы купить комплекты самых необходимых, базовых вещей. Платья, юбки, толстовки, рубашки. Выбор, как в любом магазине одежды. Цены средние. Дешевых сейчас нет нигде. В магазин мы выбирали специально, отечественный. Беру стандартный сезонный набор брюки и свитер. О! Очень даже ничего. Надо мерить. А еще шапку и шарф. В итоге за вполне скромный набор одежды я отдала больше трех тысяч гривен. Чуть больше ста долларов. Минимальную зарплату украинцам. По европейским меркам недорого. Да и у нас в большинстве магазинов импортных брендов цены не ниже. Ниже стали лишь зарплаты. По официальным данным, сейчас средняя зарплата украинца 7 тысяч гривен. Согласно нынешнему курсу, это всего лишь 250 долларов. Половину из которых легко можно оставить во время одного визита в магазин. Кусаются, потому что привязаны к валюте. Владельцы магазина не скрывают, с ростом доллара будут вынуждены повышать цены. Мы сильно зависим от валюты, потому что вся одежда, она в счете из тканей, которые мы закупаем. И все эти цены, они фиксируются в долларе. Самый большой скачок это было три года назад. Шапка стоила 250 гривен. И тут доллар скаканул в три раза. И, соответственно, шапка не могла стоить 250 гривен, потому что там даже пряжа шла уже на огромную сумму повысилась. Коснется подорожание и техники, ведь вся она закупается за валюту. Правда, пока это покупатели не ощутили, благодаря предновогодним скидкам. Бразильную камеру купили, мясорубку купили. Цены вроде бы на этом уровне пока остаются, за счет скидок. Но скидки – это рекламный ход, чтобы и покупателя привлечь, и освободить полки для новых товаров уже по новым ценам. Любовь кукол, Сергей Килимник, Наталья Неделька, Виталий Коваленко и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...